Итак, позвольте мне начать. Я хочу поблагодарить тех, кто меня пригласил. Спасибо за музыку. Спасибо. Хочу поблагодарить полковника Карве, который заложил основы тому, что я хочу сказать. И я хотела бы подчеркнуть, что люди, которые ведут сейчас политику на Среднем Востоке, очень сильные. Очень хорошо иметь... Мы говорили в 2009 году, что мы будем уничтожать Талибан. А теперь мы говорим о том, что мы должны уничтожить Аль-Каиду и ИГЭ и всех остальных. Как мы это сделаем? У нас полковник сделал несколько хороших замечаний по этому поводу. Мы не обеспокоены о том, что ИГЭ подберется слишком близко к этому аэропорту или завоюет на Западе провинцию. Но то, о чем мы беспокоимся, так это о том, что это очень близко к Багдаду. Понимаете, то, о чем мы говорим, это то, что они на пороге Багдада, и мы понимаем важность этого. Но мы знаем, что нужно стоять на земле. Но кто будет стоять на этой земле? Турец? Это будут кто? Турки? Кто там будет стоять? То есть, абсолютный беспорядок в этом плане, в этой части мира, в нашей политике. И кто отвечает за все это? И Дэвид Петреас, который фактически как святой покровитель этой армии, он мог бы их научить. И я могу сказать, что никто этого не может сделать. Нельзя научить двоюродных братьев убивать друг друга. Мы этому научились во Вьетнаме. Тем не менее, это все как-то незрело. Давайте сейчас углубимся и поговорим о соглашении Вестфаля, то, что Хельга сегодня сказала. Все, это соглашение больше не работает, ребята. Теперь у нас наши супервласти не должны больше беспокоиться о соглашениях таких. И в следующем году мы будем праздновать, я вам так намекну. У нас 1800 год чего? Кто-то сказал здесь, да? Как мы будем праздновать? Ну, все замечательно. У нас все было замечательно. Это было давно. И теперь мы можем устроить похороны. индикатор, но... Ну, мы не должны соблюдать этот праздник или что-то такое делать. Ну, все, в общем-то, на самом деле уже довольно плохо становится. Первый урок, который мы изучили, это то, что очень многие вещи сейчас в плохом состоянии. И я должен посмеяться, когда наш президент, Барак Обама, сказал, что три основные проблемы мира. И Эбола, Россия, российская агрессия. И на этой неделе он давал интервью и говорил, что все эти проблемы, вот эти вот, которые произошли на Украине, если вы не признаете проблемы на Украине, то вы не живете в реальном мире. И что если... Если еще говорить о Крыме, о Крыме... Как вы... Что вы можете сказать о Путине, что Путин завоевал Крым? Почему вы включаетесь в игру только в центре, в разгар игры? Был Путч, произошел Путч, но Путин и его команда, они не думали даже о Крыме до 22 февраля. И они пришли к власти под влиянием Виктории Ноланд, нашим секретарем. И, говоря, когда мы сказали, а что, как там, Евросоюз, она сказала, а что Евросоюз? Ну, никто ничего не сказал. Нет информации, что они что-то сказали. Когда же все-таки вырастут, повзрослеют страны, входящие в Евросоюз? Ведь все это было 70 лет назад. Мы должны все-таки вырасти. Нужно взрослеть, потому что нужно разобраться, что же все-таки произойдет. Что произойдет в Магна-Картер и Вестфальское соглашение? Я ничего тут не преувеличиваю. Я был маленьким ребенком во время Второй мировой войны. Я был маленьким, но я помню очень многое. Я помню, как праздновали окончание войны. Я помню, как были благодарны европейцы. Когда я впервые приехал в Европу, я был в колледже и учился. Но я не должен произносить никаких ругательных слов здесь, но, тем не менее, я произнесу другое слово – фашизм. Фашизм, концлагеря – это ужасно. И я хочу показать вам пару видео, если получится технически осуществить это. Я хочу показать вам, как фашизм выражается некоторыми нашими лидерами, главы НАТО и те, кого мы видим в CNN, как он объясняет то, что происходит. Это Майкл Хейден? Достаточно. Вот мы сегодня начали. Хейден у нас сегодня был уже с фамилией. Это с Ютуба. Есть там звук или нет? Ну, тогда я вам поясню, что говорит Хейден. Он говорит, объясняет, что нарушили четвертый пункт соглашения. Я думал, что звук был Джонатан Ландей, один из замечательных журналистов, которые работали по вопросам Ирака. И кто-то спросил Хейдена, почему вы говорите, что это обоснованные подозрения. И четвертая поправка говорит, что... Ну, четвертая поправка не говорит, что это возможно. Это основа. И все говорят, хорошо. Вот это был национальный пресс-клуб. И журналисты, которые там были... Никто не написал это тогда, не записал. Так что давайте второе видео посмотрим. Что я хочу сделать, это поговорить о... Только один, мадам-мадам-чэр, и я вас благодарю. И только для вас, директор Клаппер, опять же на субъектной стороне. И я надеюсь, что мы можем сделать это и просто да или нет, потому что я знаю, что Сенарь Файнстейн хочет идти. В прошлый сентябре, директор НСА в конференции, и он спросил вопрос о НСА-субъектной стороне Америки. Он ответил, и я quote here, Причина, по которой я спрашиваю вопрос, это потому что я действительно не знаю, что такое это Фей в данном контексте, Но что я хотел бы увидеть, это ответите ли вы мне да или нет на мой вопрос. Собирает ли НАТО какие-нибудь данные по миллионам или сотням миллионов американцев? Нет. Нет, не собирает. Нет, не собирает. Может быть, не целенаправленно. Как-то может быть. Ну, тогда у меня еще будут вопросы, которые письменные я вам пришлю. Спасибо вам сейчас за ответы, да или нет. Ну, не надо еще раз смотреть, как опозорился замечательный этот человек, генерал. Только если вы еще хотите посмотреть. Теперь следующее видео попробуем посмотреть, да? Майкл Хейден. Это защищает, мы защищаемся от необоснованного обыска. Стандарт – это вероятность. Это четвертая, это разумный стандарт в четвертой поправке. Все дело в разумном подходе, а не в возможном. Люди были необоснованно обысканы и схвачены. Это основано на информации, описание мест, которые нужно было обыскать, и людей, которых нужно было задержать. Ну что ж, Конституция. Я понимаю, что это четвертая поправка Конституции. Значит, такая Конституция. Конечно, Джеймс Клэппер, начальник, глава разведки, он врал. Полтора года назад это было. Его уволили, нет? Кто сейчас директор? Кто сейчас? Он? Джеймс Клэппер так и продолжает. И кто, вот эта большая голова, которая вещает на CNN, полковник Хейден? Значит, что я вообще хотел показать этими примерами? Это то, что у нас леса отвечает за курятник. И люди, которые не хотят защищать свою собственную безопасность, своей собственной страны. И что это значит внутренне? Что нервный срыв, который у нас был после 11 сентября, он продолжается. И очень многие люди из-за того, что происходит в прессе, люди не знают, верят ли тому, что они слышат, есть ли угрозы нашей стране. Люди просто боятся. И они не боялись бы, может быть, но факт в том, что они боятся, и многие этим играют. Люди нанимают адвокатов, очень классных адвокатов, которые знают закон и заставляют людей обходить, учат людей обходить закон. И у меня есть друг, который один из тех, кто достиг успеха, что освободили тех, кто был задержан. И они отправились обратно в Африку. И абсолютная преданность, он демонстрировал абсолютную преданность государству. Все остальное считалось предательством. И конституция, конституция, и цель была находить врагов государства. Насколько многие из вас знают книгу, дневник, написанную Рименом Петцелем? Он был адвокатом, юристом. В 1933 году он учился на судью. Он сказал, что Рейхстаг был свергнут, и мы понимаем, что нас будут обыскивать, наши телефоны будут прослушиваться, наша свобода будет нарушаться. И что это за новая Германия? Что вы читаете? Вы читаете коммунистическую пропаганду. И Римен Петцелем пишет об этом. Он говорит, что мы, немцы, наблюдали за тем, что происходило. Как будто бы мы смотрели это из театральной ложи. И именно так американцы смотрят на то, им так показывают то, что происходит у них в стране. И представляете себе, вот этот военный закон, который сейчас правит нашей страной. И хотите верьте, хотите нет. И это, в общем-то, то, что наша гражданская война создала, породила. И сейчас вот этот военный закон, он вызывает враждебность к стране, к правительству, к любому правительственному органу. И это все ужасно. И наши военные операции, наш морской флот. Это очень ужасно все. Хотя по этому закону кто-то из Бадена мог сюда приехать, забрать меня. Меня могут задержать, и без суда и следствия, хотя в это и трудно поверить, но это легально теперь. И что получается? Получается, что мы должны делать все, что мы можем. Мы должны показать, что существует, что происходит. И мы должны участвовать в этом. Цезарь Шавес, один из наших активистов за права человека. И он говорил, у нас отличные речи, но наши действия, если нет действий, то ничего не произойдет. Я говорю, что у вас есть замечательные примеры, которым вы можете следовать. В первую очередь, очень много... Кто был? В Мюнихе молодая девушка, 22 года ее арестовали за оппозицию. Ее очень зверски убили. Но, может быть, сейчас немного цивилизованнее все обстоит. Есть... Можно расстрелять, можно повесить человека, который... Ну, вот эта девушка Софи, фамилию не расслышала. Она действовала... Она была лютеранкой, она действовала по совести, и она была очень искренней лютеранкой. Я не знаю, читала она это или нет, но Мартин Лютер написал, что... Что я люблю делать, это... Я лучше процитирую Куртова Нигута, здесь одного из наших писателей. Если вы подумаете об Иисусе из Назарета, я не знаю, был ли он Богом. Но если бы не Нагорная проповедь, я... Да, я был бы тараканом. Короче. То есть, есть основные моральные принципы. Люди знают, что такое правильно, что неправильно. И Иисус учил... Его замучили за то, что Он делал до смерти. Но Мартин Лютер говорил, что если я буду говорить громко, провозглашать правду Божью, любую, кроме того, на что сейчас нападает весь мир и дьявол, Я не просто признаю Христа, я Его проповедую. И сейчас мы говорим о тех... Что мы находимся на поле боя, но не именно в самом очаге битвы. И София Шарль, она не испугалась. Я удивлен, что я очень мало знаю о Софии Шарль. Я ведь... Я живу в Мюнхене, неподалеку от того места, где ее держали, когда арестовали. И она похоронена на кладбище. Я знаю, где это кладбище, но я ничего не знаю. Я даже не знал, что это так близко. Ну, и я не буду тратить время сейчас. Скажу еще несколько вещей. Но что я думаю, нам нужно сделать? Когда меня побили за то, что я просто стою, молчу, ничего не делаю, не держу никаких... Ну, меня здорово побили, когда я стоял... Так, что это было? Не поняли? Ну, я не знаю, как это здесь в Европе происходит. В Америке люди никому не нравятся, когда пожилых людей избивают. Хиллари Клинтон получила множество, прямо тысяч телефонных звонков. И они спрашивали, а зачем вы побили пожилого человека? А сказали, что его просто выставили, но это дело... Ну, вывели из комнаты. Ну, представьте себе, посмотрите, как меня на самом деле вывели оттуда. Пожилые люди, как я, могут... У них есть преимущества, если у вас уже волосы даже седые. Ну, никому не нравится, когда бьют пожилых. Так что используйте то, что у вас есть. Ну, а те, кто молод, у вас есть хорошие примеры. У Софи Шарль. Ей было 21 или 22. И у вас есть Челси Мэнинг. И что он сделал... И у вас есть Эдвард Сноуден. Ему 29 лет. Так что есть надежда, что мы можем избежать... Мы можем избежать этого, потому что сейчас молодёжь более смелая и технически продвинутая. И правительство сейчас не может без таких умных, образованных, молодых людей. И так что, если у вас сейчас есть совесть, то используйте её, говорите от её имени. И вы найдёте людей, которые вместе с вами решат, что делать. И вы просто возьмёте на себя ответственность и сделаете то, во что вы верите. Сейчас я хотел бы показать пару фотографий. Во Вьетнаме, например, то, что у нас есть страна, которая пережила нервный срыв. Это... Вот смотрите, что произошло. Это... Только свет выключим, чтобы было лучше видно. Это картина... Это начало войны. Девочка маленькая сидит в машине, А родители были убиты Американскими солдатами, потому что её родители их подозревали в том, что они что-то делают. Что случилось? Посмотрите, вот там нога, башмак. Этих людей... Девочке шесть лет она единственная выжила. Четверо её братьев, сестёр было убито. И следующая картинка. Ну, мы все радуемся, когда маленькие дети появляются. Вот это вот двоюродные брат и сестра и маленькие их братики, маленькие двоюродные. Ну, вот видите, вот так должно быть. Они на той первой картинке, которую я показал. И вот мы должны все помнить. Мы должны эти оба образа в своей совести иметь. И если люди не похожи на нас, это не значит, что они люди и что с ними... У них не должно быть счастья. И я хотел вот сказать ещё больше, но спасибо вам за ваше внимание. Субтитры создавал DimaTorzok